Дорогие друзья, рад вас приветствовать. Очень рассчитываю на то, что мы с вами будем взаимодействовать. Что я имею в виду? Нам, руководству Абхазии, президенту, конечно же, нужны по многим вопросам, практически по всем, определенные экспертные заключения. Чем больше специалистов к этой работе будет подключено, тем более выверенные решения будут приниматься руководством страны. Во всех направлениях. Конечно же, я в этом плане рассчитываю на вас. Но сегодня в рамках этой встречи хотел бы выделить несколько таких тем. На мой взгляд, было бы очень важно нам восполнить, если такие имеют место быть, страницы истории. Раскрыть то, что не раскрыто. Вот за последние, к примеру, сто лет, со дня установления советской власти, как формировалась Советско-Абхазская республика, почему у него был статус республики, а через какое-то время стал статус автономной республики. Я сегодня читал материал, связанный с Казахстаном, а казаки, наоборот, стали из автономной республики союзной республикой. Почему так получилось? И другие страницы нашей истории, в том числе Отечественная война народа Абхазии, события, которые связаны с полным освобождением Абхазии, имеется в виду события 2008 года, объективная картина, благодаря каким факторам все это произошло. Это очень важно. Я надеюсь, молодые историки, у меня к вам просьба в этом плане, поработать. Следующее, я не знаю, здесь есть такие специалисты или нет, конечно же, мы должны постараться сделать все, чтобы сохранить нашу природу. Это очень важно, чтобы соблюдались экологические требования, экологические нормы. Вы знаете, важно очень в процессе нашего современного этапа развития, в процессе государственного строительства, мы должны находить точки опоры. Самая главная точка опора, это, понятное дело, это воля наших граждан, воля изъявления нашего народа, и точка опора вне Абхазии. Я полагаю, что это за отношение с Российской Федерацией. Я вас активно, я вас попрошу активно включиться в изучение этих процессов, межгосударственных договоров, соглашений, что можно было бы в этом плане еще привнести. Может быть, мы с вами можем нащупать дополнительные нити нашего общения, нити, которые будут нас в еще большей степени связывать. Это очень важно. Вы наверняка отслеживаете международную обстановку, вне всякого сомнения проинформированы о тех процессах деструктивных, которые происходят сегодня на территории бывшего Советского Союза, в частности, на территории Украины. Причины, которые привели к этим тяжелым сегодняшним дням, почему это произошло. Вот в этом плане, с учетом вот этих процессов, мы должны укреплять наше взаимодействие с нашим союзником и стратегическим партнером. И в этом плане я тоже рассчитываю на ваше экспертное мнение. И еще один вопрос, который я считаю очень важным, это сохранение нашей идентичности, нашего языка, нашей культуры, наших обычаев. Это очень важно. И я думаю, что здесь есть ученые, молодые, которые этим занимаются. И как их популяризировать, как сделать так, чтобы эти обычаи соблюдались все большим количеством наших граждан, чтобы мы жили по этим правилам, потому как мы являемся неотъемлемой составной частью этого мира. Многообразие мира – это плюс, а не минус. И у нас в этом смысле уникальная культура, которая может вызвать дополнительные симпатии к нашему атмосу, к нашему народу со стороны других государств, которые об этом будут знать. Вот коротко, если вопросы, которые, с моей точки зрения, являются важными, и вопросы, в которых я жду от вас поддержки. Спасибо.